Девушки отдыхают Тем больше у меня будет успех. На самом деле не так. Чем больше я утянусь и чем больше я скрою все, что у меня есть, тем больше мужчины будут заинтересованы. Их надо обмануть, провести, сделать иллюзию талии, груди и бедер. Это то, что больше всего нравится. Не показывать все сразу. Молодая туристка в Греции, посмотрите, читает гид, очевидно, Бедекер, путешествия по Греции. А мужчина рядом, по-моему, совершенно не интересуется описанием руин. Как вы видите, смотрит ей только в рот и совершенно прильнул к ней максимально, потому что он малышка. А как вы знаете, все лилипуты всегда любят высоких женщин. Чем ниже мужчина, тем выше женщина рядом с ним. Это комплекс Наполеона. И всегда у вас будет успех. Отношение к наготе в девятисотые годы было совсем иным, чем вы можете сегодня представить. Женщины в эту пору не только сильно, как я вам сказал, утягивались, но и носили сплошные шелковые трико, если речь шла о съемке Ню. То есть, если сегодня любая артистка разденется перед вами, уж манекенчится, тем более, в любом журнале и почтет это за честь, то тогда надо было очень сильно уговорить, и никто не соглашался. Трико заменяло эту наготу, мужчина уже все видел, но даже под трико, посмотрите, надевался корсет, чтобы сымитировать эту талию. Вот перед вами пример наготы в девятисотые годы. Как вы понимаете, сегодня вы бы сказали, ну, это, наверное, фигуристка какая-нибудь, да? Потому что приблизительно так они выходят сегодня у нас на лед, в трико, обтянутые, может быть, какую-нибудь допировочку еще сделать. Тогда ситуация была совершенно другая. Но, естественно, и мода этого времени старалась подчеркнуть эту женскую природу, всегда дать мужчине то, что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бедрами. Хулиганки на балу-маскараде прекрасно, счастливо, вразвратно сидят на коленях у господ во фраках в коротеньких панталончиках. Но если вы абстрагируетесь от эпохи и посмотрите на эту даму в центре, в коротеньких шортиках, панталончиках с полосками, вы скажете, ну, это современный летний костюм, причем очень строгий. И ничего развратного, согласитесь, в этих панталончиках сегодняшний житель не увидит. Вам кажется, что все это очень обыденно и даже скромно. А как вам нравятся вот эти две нюшки? Нюшки – это девушки, которые одеваются ногу от слова «ню». По-русски их называют нюшками. Когда две голяшки вместе, их называют нюшками. Две нюшки, посмотрите, в трико, тоже в шелковом трико, скрывая все. Все. Посмотрим кое-что и о мужской ноготе, потому что об этом вы знаете очень мало. Наверняка у вас недостаточно документов из жизни и истории. Как выглядит атлет в 900-е годы? Ну, во-первых, видите, здесь он чуть-чуть стал следить за подмышками, но тоже я до конца не уверен. Но главное, что необходимо в это время – это иметь всегда эпиляцию груди. Никогда мужчины в 900-е годы не допускали волосатой груди. Женщины считали это диким признаком варварства. Поэтому мужчины пользовались жидким воском-парафином, обмазывали грудь, если у них была какая-то растительность, и вырывали все это вместе с этим парафином, потому что только обнаженная гладкая кожа на груди считалась элегантной, светской, допустимой, хотя мужчины на пляже никогда не ходили с обнаженным торсом. Все мужские купальники были закрытыми, то есть с небольшой как бы маечкой, цельнокроенной, с плавками, то, что вы называете маечка-алкоголичка, скроенная вместе, то есть закрытый купальник необходимости. И вот перед вами атлет, тоже с бритой грудью. Здесь вы можете увидеть мужские трикотажные трусы, потому что это то, что появилось только в 900-е годы. Вы скажете, а что же раньше они носили? Кальсоны, мои дорогие. Мужчины носили кальсоны по щиколотку, обеспеченные люди только шелковые, трикотажные, другие хлопчатобумажные, а некоторые просто полотняные. Например, солдаты ходили в бой в кальсонах, которые были по щиколотку в 19 веке. Никаких трусиков не происходило. Посмотрите, как выглядело купание на пляже. И женщины, и мужчины в закрытых купальниках. Это семейный пляж, потому что для одиноких мужчин и женщин существовали свои пляжи, очень важные. И посмотрите, мне кажется, ни он, ни она не счастливы этим летним отдыхом. Судя по выражению лица, ему бы куда-то в другое место сейчас сходить, и ей бы тоже отдохнуть. А вот, что происходило на пляже в случае заплыва мужчины на границу женского. Ну, конечно, все женщины очень довольны, принимают всякие противоестественные позы, как вы видите. Он по ту сторону пляжа, понимаете, они хотят ему понравиться. Естественно, в ту пору встретить мужчину, особенно в таком костюме, было очень трудно. Женщины интересовались, но не могли себе позволить. Мода 1900-х годов создавала и женщину совершенно уникальный образ. Образ, скорее, близкий к образу птицы, к образу насекомого, к образу бабочки. И модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости этого периода. Модерн, который по-французски называется Arnouveau, сильно утянутая талия, часто скорректированная фотографом в еще более тонкую, с помощью ретуши, тогда фотошопа не было, но ретушь, к ретуши прибегали очень часто, открытые рукава, напоминающие маленькие крылышки насекомого, цветкообразная большая шляпа и платье, сделанное с красивым треном, отделанное, как вы видите, длинным шлейфом. Как неудивительно, спустя 100, почти 12 лет, вновь вошли в моду. Длинные платья с треном, утянутая талия и открытые декольте очень важны. Как же мужчины и женщины могли познакомиться в это время? Ну, например, на балу, например, во время танца. Вот эта довольно известная картина французского художника Гийома называется «Первый поцелуй». Вы видите, дама очень романтична, обычно всем она нравится. Дама в бальном платье, очевидно, ее кавалер, который ее закружил в танце. Ну, и тут они договорились выйти, например, в соседнюю гостиную поболтать, и тянуться к устам. И, понимаете, тут недалеко и до греха, судя по картинке. Такое же могло случиться и на пляже. Здесь вы видите учителя плавания. Ну, как вы понимаете, учитель плавания время не теряет. Пока учил ученицу, он решил приобщиться к этому розовому купальнику. И, о, ужас! В 900-е годы очень большую роль играла идея античности. Ведь неудивительно, что многие дизайнеры этого времени, такие как Поль Пуаре, такие как Поль Пуаре, такие как Мариано Фортуни, используют мотивы драпировки, мотивы завышенной талии в своих моделях, особенно в 910-е годы. Интерес к античности, которым многим рисовались совершенно обнаженный. Типично для этого времени, в 900-е годы, просыпается интерес и к мужской наготе. Пройдет много времени, прежде чем мужская нагота будет обществом допущена. И я бы сказал, что даже сто лет спустя женская нагота стала общим местом, что ни журнал, вы видите голяшку, и это считается очень обыденным, в рекламе, в кино. Но мужская нагота все еще щекочет ноздри женщинам, все еще интересно посмотреть. Не приелась. Однако, это будет последнее табу, которое падет в 21 веке. Вы будете переживать наверняка взрыв мужской сексуальности, а главное падение уровня стыдливости среди мужчин. И на протяжении этого века мое предвидение развития истории, что мужчины будут все больше и больше раздеваться. Довольны вы или нет, но так случится. Женщины уже разделись, показали все. То же самое случится и с мужчинами. А дальше уже, что будет, это вам самим додумывать. Вот примеры живописи этого времени. Знаменитый американский художник Сарджент, тот, который всегда писал самых красивых женщин в салонной живописи и самых красивых атлетов для себя любимого в своей мастерской, показывает нам этот интерес интерес к античной фигуре, к античному телосложению, типичному для этого времени. Но девятисотые годы это все-таки эпоха безумного увлечения мужчин только женщинами. Это почти поголовно, почти максимально. Вы мне зададите вопрос, а как так случилось, мои дорогие, что раньше, сто лет назад, мужчины бежали за женщинами, а сейчас, сто лет спустя, женщины охотятся на мужчин. Почему роли так резко поменялись? Что случилось в обществе? Главная причина демография. В девятисотые годы население Европы состояло из 55 процентов мужчин и 45 процентов женщин. Женщины были на вес золота. И каждая женщина была объектом желания сразу нескольких мужчин, которые боролись за нее. Сегодняшняя ситуация в России рисуется следующим образом. 55 процентов женщин в провинции доходят до 60 процентов женщин на только 45 или 40 процентов мужчин. Мы берем всех женщин от годовалого возраста до послепенсионного и всех мужчин от годовалого до послепенсионного. Но если из количества 45 процентов я беру широко, чтобы вам было не обидно, не буду вас пугать 40, вы отнимете всех мальчиков до 14 лет, которые вас не очень интересуют, и после 65, когда вас уже совсем не интересуют, вы отнимете всех болеющих простатитом, а это самый большой процент в мире, в России, всех запойных алкоголиков, всех заключенных, сумасшедших, 5 процентов нетрадиционной ориентации в стандарт в мире, дальше социально опасную группу наркоманов и необеспеченных, то вы остаетесь не с такой картинкой, как здесь, когда при каждом вашем переодевании, например, в примерочной мужчина смотрит за вами, как она там переодевается, да? Это же все сейчас по-другому, это если мужчина пойдет переодеваться, девочки будут смотреть, как он там будет делать, то есть ситуация критическая, и вы меня спросите, как же ее изменить, правда? Как же ее изменить? Никак, изменить ее нельзя, ее могут изменить только мигранты, и если вы подумаете логически, вы скажете, он прав, будущее всех неустроенных российских женщин, это мигранты из Узбекистана, из Казахстана, из Молдавии, и Украины, за Кавказье, это все ваш контингент, вы их промоете, почистите, приоденете, и они могут быть очень даже неплохими, но не надейтесь на эту глупую идею, что принц на коне с миллионным состоянием уже поджидает где-то вблизи, просто они может быть, во-первых, принцев нету, мы лишились этого сословия еще в восемнадцатом году, состоятельные люди есть, их не так много, но есть какой-то процент, но они уже разобраны, то есть придется отбивать, заниматься адюльтерами, согласны со мной и так далее. А вот что было, вот не поверите мне, в девятисотые годы, как выглядели девушки, работавшие в доме терпимости. Вот если вы посмотрите на их физи и номии, физиономии, я имею в виду, вы скажете, это не кондиция, вы скажете, и что, вот к таким приходили? Именно то есть это был самый низший класс населения. Это было скорее уродливые женщины, плохо сложенные женщины, не так, как сейчас, когда красотки идут в эту древнюю профессию, в России особенно, или на Украине, потому что это востребовано, то есть женщины знали, что у них есть шанс всегда выйти замуж, в ту эпоху, когда женщина еще не работала, вот посмотрите, как выглядела женщина, работавшая на панели. Тихий ужас. Большой переворот в сексуальности XX века создал русский балет. Дело в том, что Сергей Павлович Дягилев, который привез русский балет в 2009 году в Париж, в театр Шатле, привез вместе с собою и особенный новый тип танцовщиц и новый тип художников, например, Леона Багста, художника, которого при жизни называли эротуманом. Это очень красивое название, которое сегодня уже не употребляется. Мы называем таких людей сегодня сексуально озабоченными. Но красивое слово эротуман, правда? И эротуман старается женщину раздеть. Вместо корсета лифчик. Напомню вам, что лифчики появились уже в 1903 году, но введены были в моду именно русским балетом Дягилева. Полупрозрачный лифчик, вы видите форму груди, оголенный животик, вы видите очень хорошо эту форму, и, наконец, соответственно, еще и ткани, которые развиваются вокруг. Примером этих перемен свойственных Дягилевской антрепризе может служить портрет знаменитой Матой Хари, голландской шпионки, разведчицы 910-х годов, которая, как вы знаете, особенно прославилась в эпоху Первой мировой войны, поплатилась своей жизнью за сбор шпионских донесений. я вам советую всем посмотреть фильм с Гретой Гарбо, снятый в 30-е годы, который называется Мата Хари. Вы получите огромное удовольствие и от костюмов ее, которые создал Адриан, и от ее потрясающей игры, и от ее партнера Раймона Наварро, красавца, мексиканца, который играет русского офицера. это великолепный фильм, достойный вашего времени. Как вы видите, это эпоха, когда в моде дамы корпулентные. Важное присутствие в это время не только объем груди, не только руки, полная часть, но животик. Если сегодня женщины очень борются с целлулитом, говорят, как мне убрать, как мне покушать. В 900-е годы женщины любили сладкое, кушали много шоколада, имели округлые формы, мужчины искали округлых женщин. Поэтому никогда не расстраивайтесь, когда вы увидите себя перед зеркалом. Не говорите себе, послушайте, как бы мне похудеть. Не говорите, скажите, я красавица, но 900-х годов. Я совершенно великолепна. Я эталон, но другой эпохи. И сетуйте на время. Знаете, вот я родилась поздно, а на самом деле вам будет гораздо легче. Вы скажете, у меня все хорошо. Это самое главное. Если вы начнете себя любить и себя успокаивать, ваша жизнь будет налажена. Стресс долой, нервы в порядке, и в зеркале вы видите то, что вы хотите. Красавицу 900-х годов. Полная грудь, большой живот и полная задница. Красиво, да? Вот видите, как видел красавицу Леон Бакст. Сегодня вы скажете, она полненькая, не в кондиции, правда? А в те поры она считалась примером, шедевром этой красоты. Обратите внимание на тему Востока, которую привнесли тогда знаменитые художники этого времени. И обратите внимание, пожалуйста, на великолепную идею ноготы, полулежащая адолиска из гарема в прекрасной загадочной позе. Если вы будете смотреть на подмышки, вы увидите то, на что Бакст обращал большое внимание. кустистость была в моде, это был тренд. Женщина гордилась тем, что у нее светлая кожа, потому что никто не загорал. Загар считался уделом только прачки и птичницы, потому что она работала во дворе, ходила, понимаете, белье развешивала и загорала. Дамы были бледными, но там, где надо, волосатыми. Это считалось очень хорошо, полная грудь, она должна была быть хорошего размера, желательно около пятого, это считалось, понимаете, да, в нужном направлении мы идем, но и, конечно, эти восточные темы. Именно под влиянием Бакста и Дягилева женщины приняли эту новую позу, позу полулежачую, когда именно на подушках, в прекрасных шароварах, в Тюркбане отделанным игретом перьев, она себя чувствовала именно так. Вот на этом портрете, снятом в Испании, во дворце, в замке Альгамбра, вы можете увидеть одну из самых известных артисток корды балета Дягилевского, балета Валентину Кашубу. Даму по нашим стандартам корпулентную, сегодня в балет таких не берут, но в ту пору именно эти формы считались наиболее сексуальными и привлекательными. Что далеко ходить? Посмотрите на других балерин. Они не худышки. В 900-е годы не терпели худых, костлявых, а любили именно таких округлых, прекрасных. Однако, это не касалось мужчин. А мужчина при этом должен был быть вполне атлетичным. Именно атлетичный мужчина искал не сходство, а противоположность. То есть, мужчина стройный, мускулистый, худоват, худощавый, а женщина полненькая, мягенькая, тепленькая. Сегодня это не существует. Совсем другая идея. То есть, худощавые любят худощавых, а жердячики любят полненьких. Такое тоже существует, правда? Но все меняется со временем. Вацлав Нежинский, первый из мужчин танцоров, который начал показывать обнаженный торс, зарекомендовал себя как наиболее сексуальный танцовщик, а во многих рисунках Дягилева, как вы видите, тема груди, даже рисунках, простите, Бакста, тема груди, вот, например, на этом костюме сделанной для Натальи Трухановой в балете Пери очень видны. Ну и, конечно, Дягилевский балет был эротичным по своим позам, ведь многие постановки Фокина, Нежинского, например, Карнавал, который вы видите здесь, или после полуденный сон Фапна, включал ряд эротических движений, которые тогда женщин и мужчин сводили с ума. Смотрим подмышки. Даже в цирке, где, казалось бы, обнаженное тело в 900-е годы должно бы приветствоваться, оно не приветствовалось. Все, и женщины, и мужчины, были в трико. То есть, это было обязательно для того, чтобы прикрыть все, что можно было показать, а со временем, к 10-м годам, форма корсета становится все более тонкой, корсет утягивает все больше, как вы видите, изменяя местоположение талии, становясь все выше и выше по воле поле Пуаре. Изменение в одеянии и некий шаг в сторону унисекса можно заметить в очень ранних фотографиях знаменитый в будущем создательницы моды Коко Шанель. Шанель всегда любила мужскую одежду, несмотря на то, что она одевала не мужчин, а женщин, с легкостью сама в молодости любила играючи переодеваться в мужские смокинги, в мужские пиджаки, в мужские рубашки и даже в брюки для верховой езды. Ей нравилась эта игра, игра в переодевание, ее фигура была очень худощавая, грудь небольшой, маленькой, но и, конечно, в этих увлечениях нельзя не заметить ее интереса к гендерным играм, которые выразятся в ее жизни очень сильно. Шанель была бисексуалкой и всю свою жизнь, живя с мужчинами, она любила женщин, поэтому переодевание в мужчин было необходимостью для нее, для того, чтобы привлечь то количество женщин, которое ей очень нравилось и которое она хотела собственно получить в своей сети. Именно в девятисотые годы постепенно начинает распространяться и культ мужчин трансвеститов. Это было довольно секретно, но этому явлению гораздо больше лет, о чем мы говорим, но что случилось в девятисотые годы, они стали выходить на сцену. Если раньше они это делали дома и показывали только близким, то в девятисотые годы в Петербурге появляется танцовщик по имени Икар, это его псевдоним, когда он танцует в женских платьях, когда он танцует в женских париках, и все, что случилось с балетом Михайловского, это все случилось сто лет спустя, но уже в эпоху Серебряного века эта тенденция была ясна. Чтобы привлечь мужчин еще больше, в девятисотые годы, девятьсотдесятые годы с помощью театра и балета начинает распространяться тема декоративного грима. Никогда в истории моды декоративной косметикой женщины не пользовались. Если они пудрились, то это должно было быть скрытно. Если они подкрашивали губы, то никто не должен был видеть цвета. Если они подкрашивали себе веки или подводили глаза, это все должно было быть незаметно. Но в девятисотые годы именно с русским балетом к десятому году начинается мода на более яркую, праздничную косметику, о которой мы сегодня немало поговорим. Обратите внимание на то, как русский балет изменяет отношение к позам женским. Они становятся гораздо более откровенными. Маленький лифчик открывает живот, руки, а мода на вот эту сексуальную негу в сочетании с подушками, которые мы видим в рисунках Ле Папа для Поле Пуаре, делают свое дело. Десятые годы совершенно меняют отношение к моде. Появляется образ новых платьев, платьев нового силуэта, который называется силуэт кии. Кии, как бильярдный кии, то есть вытянутые платья. Их еще называют в мире платья Титаник. Почему Титания? Потому что Титаник затонул перед Первой мировой войной, и все женщины носили вот такие платья. Завышенная талия, длинная узкая юбка, часто очень красиво декорированная. И здесь вы как раз это можете увидеть. Именно в десятые годы впервые женщины примерят для себя новый образ, образ, который называется вамп. Что значит женщина вамп? Женщина, сосущая кровь из мужчин. Это те, которые выпили все соки из мужчины. А потом когда уже все надоело, они говорят ну больше ты мне не нужен. Женщины, которые требуют внимания, которые все время болеют, которым надо абсолютно, чтобы им все время принесли, помогли, унесли, которые требуют при этом масса бриллиантов, масса новых туалетов, и при этом они страдают мистицизмом, читают фантастическую литературу, думают о многом и ничего в жизни не делают. Есть такой тип женщин, которые существуют до сих пор, и их любимым цветом в моде становится черный цвет, типично для вампирессы, черный цвет, то есть женщина опасная во многих отношениях, женщина такая по-своему скрытная, закрытая, масса украшений, папироска, очень яркий макияж, большая шляпа. Видите, особенное полувосточное отношение к женской красоте видно во многих драпированных нарядах платьев этих времен, потому что драпированная юбка создает определенный эффект, очень интересный эффект, который вы можете здесь увидеть, расширяя бедра, или порой удлиняя их. Конечно, в этих прекрасных платьях женщине ходить было нелегко, но зато как красиво она выглядела. А как вы знаете, красота требует жертв. Многие думают, что вот это старомодно, что в 21 веке красота не требует жертв. Это всегда глупо. Я вам объясню, почему. Красота это уникальное эстетическое представление. Как только красота становится растиражированной, она перестает быть красотой, она становится часто вульгарностью. Это удивительно, но правдиво. Поэтому думайте о том, что мода это всегда усилие над собой. А как только вы одеваетесь удобно и комфортно, так же делают сотни, тысячи и сотни тысяч других женщин. вы уже становитесь не модной, а растиражированной. А если растиражированной, то банальной. Поэтому всегда в любую эпоху красота будет требовать от женщины жертвы. Чтобы быть красивой, надо страдать. Страдать в разном качестве. Страдать на каблуках, страдать от диеты, страдать от ботокса, страдать от гелироновой кислоты, страдать от силикона, страдать от перигидроля, страдать от накладных ресниц, страдать от стрингов, страдать от голого живота в морозный день, страдать от неудобной юбки. Это всегда форма страдания. Но, конечно, ни одна умная женщина, если она неформенная идиотка, она не скажет, что она страдает. Она скажет, нет, мне так удобно, на этих шкильхах 14 сантиметров. Просто обожаю на них ходить, очень удобно. Она просто снимет их под столом, пока никто не видит, и будет так вот корчить пальчиками во время ужина, потому что может посидеть спокойно, расправлять их, знаете, но никто же не признается. Поэтому, конечно, красота это усилие. С началом Первой мировой войны, она началась в 14 году, положение женщин резко изменилось. Эти изменения были связаны с простой причиной. Мужчины были призваны на фронт, причем почти поголовно по всей Европе, в России также, и даже в Соединенных Штатах Америки. Война была мировой. И впервые в истории человечества, это была Первая мировая война, первая, впервые в истории человечества миллионы женщин оказались одинокими. Их мужья, отцы, братья, женихи ушли на фронт. И с чем они оказались? Они оказались ни с чем. Деньги, которые им остались, подверглись огромной инфляции, им надо было кормить детей, содержать дом, платить за дрова, покупать молочко, хлебушек, ну, и так далее. И тут они поняли, что единственным спасением у них будет работа. И женщины, начиная с 14-го года, сначала помогают в армии, это сестра милосердия, это перевязочные, это связь, затем в торговле, в транспорте, и даже на заводах и фабриках, куда женщины, не наученные ничем, начинают постепенно внедряться, и это будет начало эмансипации. Но в связи с этим изменяется и культ женской красоты, который заключается в том, что во время войны, она длилась 4 года, с 14-го по 18-й год, почти никто ничего не доедал. Поэтому пухленькая красотка просто вышла из моды из-за того, что ей нечего было кушать. Пухленькая красотка стала худой красоткой. И как раз по окончанию войны знаменитый в ту пору во Франции дизайнер Поль Пуаре изменяет отношение к женской одежде. так как корсет им полностью упразднен, он предлагает женщинам новый тип одежды. Одежда, которая держится только вокруг шеи, появляется возможность оголить спину, которую раньше никогда не показывали, потому что сначала корсет, потом бюстгальтер, а сейчас нету ни того, ни другого, топлес, плюс юбка. Здесь юбка отделана мехом дикой обезьяны, новый модный мех, который приходит в эту пору, и жена Поле Пуаре, Дениза Пуаре, кстати, в кавычках скажу вам, что Поле Пуаре был один из единственных дизайнеров моды, который не только был женат, имел четырех детей, но и любил свою жену. Посмотрите, как меняется женская фигура, начиная с двадцатого года. Где эта пышная грудь дифирамбы, которую я пел еще, которую носили 15 лет назад, 10 лет назад? Грудь пропала. Где та талия, покажите мне ее, и где те бедра? Новый силуэт скорее напоминает доску для глажки. Прямой, совершенно не секси, совершенно упрощенный, и плюс укороченные волосы, создают новый мальчиковый стиль, который получит название ла гарсон, что значит девушка-подросток, производная от гарсон, что значит мальчик, гарсон, два н, е, по-французски ла гарсон, девочка-мальчик, девочка-подросток, которую нельзя не увидеть. И каково же их секс и белье? Во-первых, меняется цвет чулок. Почему? Потому что женщины поняли, когда мужчины убили на фронте, черными чулками уже не соблазнишь. Надеваем новые фильдеперсовые чулки, это шелк-трикотаж телесного оттенка, впечатление, что вы ноги, гораздо выше, которые носят с поясом на комбинации. Вот сейчас вы смотрите на подобного рода одежду, и вам это кажется как-то несексуально, а в ту пору мужчины сходили с ума. Когда они видели этот пояс, эти резиночки, когда они видели эти чулочки, им казалось, что краше ничего нет. Но силуэт меняется, конечно, в положении груди. Женщины в 20-е годы отпускают грудь в свободное плавание, но при этом обнажают спину, спина становится главным предметом интереса мужчин. женщина с обнаженной спиной, смотрите на картинки, это стиль жизни. Но так как мужчин мало, а женщин много, они позволяют себе еще больше. Они переодеваются в прозрачные муслиновые платья, вышитые бисером и стеклярусом, которые часто носят на ногу и тело. Смотрите, где грудь. То, что нам сегодня кажется недостойным, каким-то табу, в эту пору считалось прекрасным. И нижнее белье соответствует новой длине юбок, все короче и короче. К чему это привело? К взлету сексуальности. Женщины почувствовали себя более свободными, более раскрепощенными, страстные романы. И здесь вы можете увидеть, что он надел свои лаковые туфли на голое тело. Это типично для начала 20-х. Но к чему женщины пришли? Те, которые во время войны были в армии, те, которые были в сестрах милосердия, те, которые поступили на заводы, на фабрики, они открыли для себя другой мир. Мир мужской силы. И в первые годы 20-х годов женщины самостоятельно, никто их туда не толкал, входят в большой любительский спорт. Появляются первые женские команды, например, таких вещей, как футбол, а последствия хоккей. Ну и что это дает? Так же, как женский бокс, женщины начинают с огромной силой терять те самые черточки женственности. Появляется мода, не мода, а желание показать очень мускулистые ноги, сильные руки, маленькую грудь, короткие волосы. Здесь вы видите трех женщин футболисток, в которых уже этой женственной линии мы не увидим так же, как мы не увидим ее во многих моделях одежды. Смотрите на красавец 20-х годов и давайте вместе искать грудь. Где она? Знаете, знаменитый грузинский анекдот. Грузин подходит к девушке и говорит, девушка, девушка, у тебя грудь есть? Говорит, есть. Почему не носишь? Почему дома держишь? Вот это тот самый случай. Не носят в 20-е годы грудь, дома ее держат, совершенно без выточек крой, который скрывает все, короткие волосы, испуганный взгляд создает определенный образ. Напротив, у мужчин контраст. Они же вышли из войны. Они сильные, они смелые, они боксеры, это любимый вид спорта в 20-е годы, они другие. Женщины тянутся к ним, и, соответственно, живопись, которая тяготеет скорее к кубизму, то есть к геометрическому построению как фигуры, так и пейзажа, любого изображения, отображает этот новый стиль. Геометрия побеждает повсюду, и женщины дощечки без груди, с узкими бедрами, в платьях, которые заканчиваются только за коленом, женщины вамп, подобно знаменитой красавице Голливуда, бывшей россиянке Алле Назимовой, родившейся в Ялте, которая прикрывается здесь пятью килограммами жемчуга, конечно, не могут не поразить. Ну, естественно, 20-е годы это триумф ножек, поэтому реклама этого времени показывает, какие прекрасные чулки, как замечательно укорочены юбки. Когда мы говорим, что Мэри Квант изобрела мини-юбку в 61-м году, мы грешим, потому что, конечно, потуги на мини-юбке существовали и раньше. Посмотрите, как коротенькие платья 20-х годов здесь на лестнице все вздернуты. Это все мини. Конечно, если она встанет, она опустится до колена, но на этих фотографиях мы мини явно видим уже в начале 20-х годов. К сожалению, женщинам не всем достались мужчины. И мы понимаем, почему. Потому что их просто было недостаточно. Поэтому в 20-е годы начинается первое массовое увлечение модным тогда течением женскими клубами и вообще лесбейской любовью. Если раньше это было табу, женщины делали так, ну, никому не говорили, то в 20-е годы они начинают всем рассказывать. Они говорят, вот я с моей подружкой ходила в клуб, я с моей подружкой каталась на яхте, я с моей подружкой ходила на пляж, мы вместе танцевали, смеялись, шутили, пили шампанское, мы очень хорошо выглядели. Этот новый стиль называется девушка флэппер. Что такое флэппер? Флэппер значит хлопушка. Девушка, которая стреляет только один раз, делает много шума, но быстро гаснет. Флэппер это та, которая думает о Чарльстоне, шампанском и миллионере. Это та, которая нюхает кокаин, любит открытые автомобили, богатые курорты и ничего не деланья. В этом смысле стиль флэппер любимый стиль искательниц приключений на Рублевке. И сегодня многие девушки мечтают стать флэппером, приехать так, веселиться целый день и затем якобы найти счастье. Счастье так просто не найдешь, надо его долго искать. но в 20-е годы это движение понятно. Вот веселье 20-х годов, хорошо изображенное на картине немецкого художника Отто Дикса, где вы видите, как женщины в поисках приключений открывают максимально. Они красят глаза, стригут свои волосы еще короче, переодеваются в полупрозрачные ткани. Я не поверю, что платье на первом плане не мини. Во всяком случае художника вы таким изобразил. Посмотрите на длину юбок у этих красоток. Синее платье, на мой взгляд, явно мини. Оно над коленом, правда, колено изображено ниже. Как я уже вам сказал, женщины начинают танцевать на вечера друг с другом. Если мужчин нет, по статистике, что делать? Будем веселиться, как мы можем. Поэтому крупные, мускулистые, курпулентные женщины танцуют Шимми, Фокстрот, Чарльз Тон с малышками, с изящными девчонками, и у них полное счастье. Именно в 20-е годы женщина впервые решается раздеться. Ведь в 1900-е годы она была всегда в трико на фотографиях Ню, когда она бланюшка. В 20-е годы она говорит, мне нечего терять. У нее маленькая грудь, у нее мальчиковый склад фигуры, у нее очень узенькие. Бедра она похожа скорее на подростка, поэтому идея обнаженки рождается не в это время, потому что в 19 веке были уже фотографии с обнаженками, но это было редко, становится очень распространенным, и женщины постепенно начинают прибирать к рукам многие базовые формы мужского гардероба, например, пижаму. В 20-е годы женщина в брюках, в пижамной куртке, курящая, с короткими волосами, это уже большой интерес, а если она еще при этом носит прозрачные или полупрозрачные телесного цвета фельдиперсовые чулки, вышитые, муслиновые, или платье, отделанное блестками и бисером, обнаженные руки, яркий макияж, если она готова фотографироваться уже в новой позе, в позе дощечки, которую вы видите здесь, то есть не грудь вперед и ягодицы назад, а вытянутая, как вы видите здесь, это становится совсем иначе. Канон красоты этого времени женщина ар-деко должна иметь короткую стрижку с челкой, которая перекликается с одной стороны с китайской стрижкой в Шанхай, с другой стороны с египетским париком, потому что в 23-м году англичанин Картер открыл знаменитую гробницу Тутанхамона, фараона Тутанхамона и Египту мания одной из направлений 20-х годов. Черные веки, маленький красный рот, сигарета, курение тогда считалось очень шикарным, удаленные брови и естественно эта женщина теперь ничего не боится, она стоит как штык как воин широко расставив ноги у нее короткая стрижка коротенькая небольшая грудь минимум но зато как жизнь ее помотала вы посмотрите вот что делает работа изнурительная работа с женщинами которые не были готовы к этому потому что на протяжении долгого времени Белли Пок прекрасные боги они чувствовали себя украшением жизни а сейчас без мужчины без поддержки с дорогой квартплатой с необходимостью платить за телефон и за отопление в стесненных жилищных условиях с короткой стрижкой потому что быть в курсе всего с сигаретой которая становится неразлучницей каждой женщины с накаченной после спорта мускулатурой в этом платье знаменитом которое он показывал еще у Поля Пуаре с лямочкой вокруг шеи эта женщина не чувствует себя цветком жизни правда а скорее женщины которая должна выжить в эту тяжелую эпоху неудивительно что 20-е годы часто называются термином roaring по-английски что значит рычащие 20-е годы это была эпоха джаза это была эпоха ярких и энергичных танцев я уже упомянул фокстрот шими Чарльстон это была эпоха тотального увлечения табаком сигаретка у каждой женщины тотального увлечения коротенькими стрижками которые назывались тогда бубикопф то есть мальчишеская головка и совершенного отсутствия стыда показать грудь обнажженное бедро это было просто необходимостью и конечно же образы женщин родились сами собой мы с вами поняли мужчин было мало женщин было много значит какой-то процесс процент женщин кем стал стал мужчинами и женщины как Шанель пыталась сделать раньше но очень робко начинают подспудно постепенно переодеваться в мужскую одежду брюки и сапоги смокинг и рубашка короткая стрижка и мужской пиджак все это переходит постепенно в женский арсенал останется там навеки подумайте вы все я уверен что у каждой из вас есть жакет напоминающий мужской пиджак у каждой из вас есть брюки у каждой из вас есть жилет может быть галстук может быть белая рубашка каждая из вас пробовала и короткую стрижку то есть все эти завоевания 20-х годов дошли до нас вот перед вами портрет знаменитой художницы эпохи арт-деко польки Тамары Лимпицкой где изображена одна очень популярная французская маркиза лесбиянка и мы понимаем что она за сильные отношения игру ты мне подчиняешься я твой мастер я та самая женщина которая хлыстом буду сейчас бить а ты будешь стонать и радоваться так вот посмотрите так выглядит кукетка она готова принять эту игру она показывает свои панталончики и декорированную кружевом коротенькую рубашечку соответственно это и есть комбинашка ее голова закрыта чепчиком почти бинтующим ее лоб которая называлась после войны термином я контуженная то есть женщина которая пережила ранение на фронте первой мировой войны но к счастью женщин после войны из-за недостатка мужчин что разрешили смешанные пляжи счастья женщин не было предела раньше им приходилось заплывать помните как далеко а теперь мужчинам разрешили купаться в чем в плавках не закрывающим грудь это случилось только после первой мировой войны первым смешанным пляжем считается константинопольский пляж флория который открыли русские эмигранты в 18 году когда попали в турцию и когда решили вообще организовать пляжное купание естественно пляж как вы знаете повод для знакомства до сих пор у нас существует такой термин пляжный роман пляжное знакомство курортный роман согласны со мной и естественно пляж и до сих пор для огромного количества россиян повод каким-то образом украсить свою личную жизнь я не только говорю о Ялте о Сочи я вам говорю о любимых местах отдыха россиянок Египет и Турция туда ездят почти всегда женщины иногда с мужчинами и с детьми но чаще в одиночку с подружками и это любимое место российского секс-туризма что они там делают я вам не буду рассказывать сегодня вам расскажет подружка которая там бывала но вы меня понимаете пляж в этих странах и есть то самое место где знакомство можно завязать с пол оборота возможность ходить на пляж позволяет женщинам впервые подзагореть показать не прыщавую спину а чистую гладкую красивого тона очень привлекательную поэтому мода 25-27 года это мода на обнаженные спинки посмотрите как только женщины стали переодеваться в мужчину что сделали мужчины поняли меня стали переодеваться в женщину если раньше такие случаи как Икар или как Феликс Юсупов в платьях своей мамы который пел в Петербурге в кафе Шантане подражая французским певицам то теперь начиная с 20-х годов мужчина в платье трансвестита становится банальностью и поэтому если женщина позволяет тебе брюки и смокинг позволяет тебе курить в обществе и ходить в сапогах играть в футбол мужчины позволяют переодеваться посмотрите и даже организовывают первые мужские трупы где они танцуют в платьях вот одна из них посмотрите это гастроль гастроль французских трансвеститов в Испании им же надо было где-то гастролировать вот они приехали в таких костюмах а вот немец мисс Эльдорадо Ханси Стурм мужчина победивший на конкурсе красоты трансвеститов в двадцать шестом году к чему я говорю к тому что все это стару как мир что все это существовало всегда что такая тенденция была известна вот один из таких примеров русский эмигрант Михаил Федоров его выступление в Париже в двадцатые годы посмотрите на грим Миши Федорова и мы понимаем что Сережа Зверев недалеко ушел в своих гримах он не знал что есть Миша Федоров потому что проблема наших сегодняшних звезд это недостаток исторической культуры они все уверены что они первые что вот никто до них никогда и вообще они такие вот оригиналы большие но это не оригинально это существовало всегда желание поднакачать губки хотя тогда не накачивали но их кусали чтобы вы знали как делали губы долго так кусали они стали и потом красили это было коротко потому что потом это все спадало а сейчас можно вот найти эту любимую кислоту и очень красиво ну и не только это появляется явная тенденция желания к яркому гриму вечером среди мужчин что конечно считалось очень декадентским и я далек от мысли что это было поголовно я вам говорю о небольшом проценте желание носить ювелирные украшения но у женщин обратная реакция раз мужчины так мы будем еще больше оголяться естественно каждый борется за свою территорию за свою возможность поэтому они хотят быть более и более привлекательными а мужчины продолжают смотрите в платье в голые спины вот видите здесь очень хорошо изображена карикатура жизнь людей вот они вышли после вечеринки поспали всю ночь и опять отправляются опять танцевать то есть 20-е годы это бесконечное веселье без омолку первой голяшкой на сцене шоколадного цвета становится афроамериканка Жозефина Бейкер которая решается выйти на сцену без лифчика вообще не на фотках на сцену она хочет танцевать с бананами вокруг талии она хочет петь про жизнь на пальме про жизнь миллионеров про всякие сексуальные приключения привлекает неимоверное влияние масс и вместе с тем ее смуглая кожа она была афроамериканка еще более делает загар популярным белье приличных женщин развивается естественно под влиянием этих перемен только мягкий лифчик который не акцентирует грудь а скорее скрадывает ее делает ей объемные такие скрытные формы обязательный пояс которым крепится подвяз крепится подвязки для чулок ну и конечно мода на обнажение которая была очень характерна в это время в 30-е годы ситуация очень сильно меняется после кризиса 29-го года женственные формы и пышные груди возвращаются в моду и как ни странно грации которые были отвергнуты 20-ми годами вновь набирают силу появляется большой интерес груди более ярко выраженной и соответственно ягодицам более округлым то есть обычно мода я напомню вам меняется раз в 10 лет вот сейчас мы живем в 12-м году это глобальные изменения а мелкие изменения тенденции происходит раз в 6 месяцев то есть в году мода видоизменяется дважды а кардинально меняется раз в 10 лет вот сейчас мы живем при рождении новой моды моды 10-х годов от 12-х годов до 10-х годов и приблизительно к 15-му году вы точно будете знать что такое лук что такое образ 10-х годов сейчас он наверняка среди нас он существует но моду можно увидеть только сквозь призму прошлого предвидеть моду никто никогда не мог мы можем предположить но никогда с точностью не можем сказать если мы могли сказать с точностью то модельеры были бы все миллионерами потому что они выпускали бы только то что точно точно войдет в моду поэтому среди тенденций всегда много различных нюансов вот как например в этом году в моде белый цвет синий цвет зеленый цвет и желтый цвет и дальше мы думаем а кто победит а победит выбор людей и мы только потом узнаем что останется из этих ярких соцветий а что уйдет в прошлое вот сегодня многие думают чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех на самом деле не так тем больше чем больше я утянусь и чем больше я скрою все что у меня есть тем больше мужчины будут заинтересованы их надо обмануть провести сделать иллюзию талии груди и бедер это то что больше всего нравится не показывать все сразу молодая туристка в Греции посмотрите читает гид очевидно бедекер путешествия по Греции а мужчина рядом по-моему совершенно не интересуется описанием руин как вы видите смотрит ей только в рот и совершенно прильнул к ней максимально потому что он малышка а как вы знаете все лилипуты всегда любит высоких женщин чем ниже мужчина тем выше женщина рядом с ним это комплекс Наполеона и всегда у вас будет успех отношение к наготе в девятисотые годы было совсем иным чем вы можете сегодня представить женщины в эту пору не только сильно как я вам сказал утягивались но и носили сплошные шелковые трико если речь шла о съемке ню то есть если сегодня любая артистка разденется перед вами уж манекенчатся тем более в любом журнале и почтет это за честь то тогда надо было очень сильно уговорить и никто не соглашался трико заменяло эту наготу мужчина уже все видел но даже под трико посмотрите надевался корсет чтобы сымитировать эту талию вот перед вами пример наготы в девятисотые годы как вы понимаете сегодня вы бы сказали ну это наверное фигуристка какая-нибудь да потому что приблизительно так они выходят сегодня у нас на лед в трико обтянутые может быть какую-нибудь допировочку еще сделать тогда ситуация была совершенно другая но естественно и мода этого времени старалась подчеркнуть эту женскую природу всегда дать мужчине то что он любит больше всего а именно контраст между грудью талии и бедрами хулиганки на балу маскараде прекрасно счастливо вразвратно сидят на коленях у господ в вофраках в коротеньких панталончиках но если вы абстрагируетесь от эпохи и посмотрите на эту даму в центре в коротеньких шортиках панталончиках с полосками вы скажете ну это современный летний костюм причем очень строгий и ничего развратного согласитесь в этих панталончиках сегодняшней жизненности и хрупкости этого периода модерн который по-французски называется арнуву сильно утянутая талия часто скорректированная фотографом в еще более тонкую с помощью ретуши тогда фотошопа не было но ретуши к ретуши прибегали очень часто открытые рукава напоминающие маленькие крылышки насекомого цветкообразная большая шляпа и платье сделанное с красивым треном отделанное как вы видите длинным шлейфом как неудивительно спустя сто почти двенадцать лет вновь вошли в моду длинные платья с треном утянутая талия и открытые декольте очень важны как же мужчина и женщина могли познакомиться в это время ну например на балу например во время танца вот это довольно известная картина французского художника Гийома называется первый поцелуй вы видите дама очень романтична обычно всем она нравится дама в бальном платье очевидно ее кавалер который ее закружил в танце но и тут они договорились выйти например в соседнюю гостиную поболтать и уста тянуться к устам и понимаете тут недалеко и до греха судя по картинке такое же могло случиться и на пляже здесь вы видите учителя плавания но как вы понимаете учитель плавания время не теряет пока учил ученицу он решил приобщиться к этому роту тоже с бритой грудью здесь вы можете увидеть мужские трикотажные трусы потому что это то что появилось только в девятисотые годы вы скажете а что же раньше они носили кальсоны мои дорогие мужчины носили кальсоны по щиколотку обеспеченные люди только шелковые трикотажные другие хлопчатобумажные а некоторые просто полотняные например солдаты ходили в бой в кальсонах которые были по щиколотку в девятнадцатом веке никаких трусиков не происходило посмотрите как выглядело купание на пляже и женщины и мужчины в закрытых купальниках это семейный пляж потому что для одиноких мужчин и женщин существовали свои пляжи очень важные и посмотрите мне кажется ни он ни она не счастливы этим летним отдыхом судя по выражению лица ему бы куда-то в другое место сейчас сходить ей бы тоже отдохнуть а вот что происходило на пляже в случае заплыва мужчины на границу женского ну конечно все женщины очень довольны принимают всякие противоестественные позы как вы видите он по ту сторону пляжа понимаете они хотят ему понравиться естественно в ту пору встретить мужчину особенно в таком костюме было очень трудно женщины интересовались но не могли себе позволить мода девятисотых годов создавала и женщину совершенно уникальный образ образ скорее близкой к образу птицы к образу насекомого к образу бабочки и модели этого времени соответствует грациутель не увидит вам кажется что все это очень обыденно и даже скромно а как вам нравятся вот эти две нюшки нюшки это девушки которые одеваются ногу от слова ню по-русски их называют называют нюшками когда две голяшки вместе их называют нюшками две нюшки посмотрите в трико тоже в шелковом трико скрывая все посмотрим кое-что и о мужской ноготе потому что об этом вы знаете очень мало наверняка у вас недостаточно документов из жизни истории как выглядит атлет в девятисотые годы ну во-первых видите здесь он чуть-чуть стал следить за подмышками но тоже я до конца не уверен но главное что необходимо в это время это иметь всегда эпиляцию груди никогда мужчины в девятисотые годы не допускали волосатой груди женщины считали это диким признаком варварства поэтому мужчины пользовались жидким воском парафином обмазывали грудь если у них была какая-то растительность и вырывали все это вместе с этим парафином потому что только обнаженная гладкая кожа на груди считалась элегантной светской допустимой хотя мужчины на пляже никогда не ходили с обнаженным торсом все мужские купальники были закрытыми то есть с небольшой как бы маечкой цельнокроенной с плавками то что вы называете маечка алкоголичка скроенная вместе то есть закрытый купальник необходимости вот перед вами атлет вилла столько в девятисотые годы вы скажете а что же раньше они носили кальсоны мои дорогие мужчины носили кальсоны по щиколотку обеспеченные люди только шелковые трикотажные другие хлопчатобумажные а некоторые просто полотняные например солдаты ходили в бой в кальсонах которые были по щиколотку в девятнадцатом веке никаких трусиков не происходило посмотрите как выглядело купание на пляже и женщины и мужчины в закрытых купальниках это семейный пляж потому что для одиноких мужчин и женщин существовали свои пляжи очень важные и посмотрите мне кажется ни он ни она не счастливы этим летним отдыхом судя по выражению лица ему бы куда-то в другое место сейчас сходить ей бы тоже отдохнуть а вот что происходило на пляже в случае заплыва мужчины на границу женского ну конечно все женщины очень довольны принимают всякие противоестественные позы как вы видите он по ту сторону пляжа понимаете они хотят ему понравиться естественно в ту пору встретить мужчину особенно в таком костюме было бы очень трудно женщины интересовались но не могли себе позволить мода девятисотых годов создавала и женщину совершенно уникальный образ образ скорее близкой к образу птицы к образу насекомого к образу бабочки и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости этого периода модерн который по-французски называется арнуву сильно утянутая талия часто скорректированная фотографом в еще более тонкую с помощью ретуши тогда фотошопа не было но ретуши к ретуши прибегали очень часто открытые рукава напоминающие маленькие крылышки насекомого цветкообразная большая шляпа и платье сделанное с красивым треном отделанное как вы видите длинным шлейфом как неудивительно спустя сто почти двенадцать лет вновь вошли в моду длинные платья с треном утянутая талия и открытые декольте очень важны как же мужчина и женщина могли познакомиться в это время ну например на балу например во время танца вот эта довольно известная картина французского художника Гийома называется первый поцелуй вы видите дама очень романтична обычно всем она нравится дама в бальном платье очевидно ее кавалер который ее закружил в танце ну и тут они договорились выйти например в соседнюю гостиную поболтать и уста тянуться к устам и понимаете тут недалеко и до греха судя по картинке такое же могло случиться и на пляже здесь вы видите учителя плавания но как вы понимаете учитель плавания время не теряет пока учил ученицу он решил приобщиться к этому розовому купальнику и о ужас в 900-е годы очень большую роль играла идея античности ведь неудивительно что многие дизайнеры этого времени такие как Поль Пуаре такие как Поль Пуаре такие как Мариано Фортуни используют мотивы драпировки мотивы завышенной талии в своих моделях особенно в 910-е годы интерес к античности которым многим рисовались совершенно обнаженный типично для этого времени в 900-е годы просыпается интерес и к мужской наготе пройдет много времени прежде чем мужская нагота будет обществом допущена и я бы сказал бы что даже сто лет спустя женская нагота стала общим местом что не журнал вы видите голяшку и это считается очень обыденным в рекламе в кино но мужская нагота все еще щекочет ноздри женщинам все еще интересно посмотреть не приелось однако это будет последнее табу которое падет в 21 веке вы будете переживать наверняка взрыв мужской сексуальности а главное падение уровня стыдливости среди мужчин и на протяжении этого века мое предвидение развития истории что мужчины будут все больше и больше раздеваться довольны вы или нет но так случится женщины уже разделись показали все то же самое случится и с мужчинами а дальше уже что будет это вам самим додумывать вот вот примеры живописи этого времени знаменитый американский художник сарджент тот который всегда писал самых красивых женщин в салоне на этом портрете снятым в Испании во дворце в замке Альгамбра вы можете увидеть одну из самых известных артисток корды балета Дягилевского балета Валентину Кашубу даму по нашим стандартам корпулентную сегодня в балет таких не берут но в ту пору именно эти формы считались наиболее сексуальными и привлекательными что далеко ходить посмотрите на других балерин они не худышки в 900-е годы не терпели худых костлявых а любили именно таких округлых прекрасных однако это не касалось мужчин а мужчина при этом должен был быть вполне атлетичным именно атлетичный мужчина искал не сходство а противоположность то есть мужчина стройный мускулистый худовато худощавый а женщина полненькая мягенькая тепленькая сегодня это не существует совсем другая идея то есть худощавые любят худощавых а жердяйчики любят полненьких такое тоже существует правда но все меняется со временем Вацлав Нежинский первый из мужчин танцоров который начал показывать обнаженный торс зарекомендовал себя как наиболее сексуальный танцовщик а во многих рисунках Дягилева как вы видите тема груди даже рисунках простите Бакста тема груди вот например на этом костюме сделаны для Натальи Трухановой в балете Пери очень видны ну и конечно Дягилевский балет был эротичным по своим позам ведь многие постановки Фокина Нежинского например Карнавал который вы видите здесь или послеполуденный Сон Фапна включал ряд эротических движений которые тогда женщин и мужчин сводили с ума смотрим под мышки даже в цирке где казалось бы обнаженное тело в девятисотые годы должно бы приветствоваться оно не приветствовалось все и женщины и мужчины были в трико то есть это было обязательно для того чтобы прикрыть все что можно было показать а со временем к десятым годам форма корсета становится все более тонкой корсет утягивает все больше как вы видите изменяя местоположение талии становясь все выше и выше по воле поле поры изменение в одеянии и некий шаг в сторону унисекса можно заметить в очень ранних фотографиях знаменитой в будущем создательницы моды Коко Шанель Шанель всегда любила мужскую одежду и несмотря на то что она одевала не мужчин а женщин с легкостью сама в молодости любила играючи переодеваться в мужские смокинги в мужские пиджаки в мужские рубашки и даже в брюки для верховой езды ей нравилась это игра игра в переодевание ее фигура была очень худощавая грудь небольшой маленькой ну и конечно в этих увлечениях нельзя не заметить ее интереса к гендерным играм которые выразятся в ее жизни очень сильно Шанель была бисексуалкой и всю свою жизнь живя с мужчинами она любила женщин поэтому переодевание в мужчин было необходимостью для нее для того чтобы привлечь то количество женщин которое ей очень нравилось и которое она хотела собственно получить в своей сети именно в девятисотые годы постепенно начинает распространяться и культ мужчин трансвеститов это было довольно секретно но этому явлению гораздо больше лет о чем мы говорим но что случилось в девятисотые годы они стали выходить на сцену если раньше они это делали дома и показывали только близким то в девятисотые годы в Петербурге появляется танцовщик по имени Икар это его псевдоним когда он танцует в женских платьях когда он танцует в женских париках и все что случилось с балетом Михайловского это все случилось сто лет спустя но уже в эпоху серебряного века эта тенденция была ясна чтобы привлечь мужчин еще больше в девятисотые годы девятьсот десятые годы с помощью театра и балета начинает распространяться тема декоративного грима никогда в истории моды декоративной косметикой женщины не пользовались если они пцатого века создал русский балет дело в том что Сергей Павлович Дягилев который привез русский балет в девятом году в Париж в театр Шатле привез вместе с собою и особенный новый тип танцовщиц и новый тип художников например Леона Бакста художника которого при жизни называли эротуманом это очень красивое название которое сегодня уже не употребляется мы называем таких людей сегодня сексуально озабоченными но красивое слово эротуман правда и эротуман старается женщину раздеть вместо корсета лифчик напомню вам что лифчики появились уже в девятьсот третьем году введены были в моду именно русским балетом Дягилева полупрозрачный лифчик вы видите форму груди оголенный животик вы видите очень хорошо эту форму и наконец соответственно еще и тканьи которая развивается вокруг примером этих перемен свойственных Дягилевской антрепризе может служить портрет знаменитой Маты Хари голландской шпионки разведчицы девятьсот десятых годов которая как вы знаете особенно прославилась в эпоху первой мировой войны поплатилась своей жизнью за сбор шпионских донесений я вам советую всем посмотреть фильм с Гретой Гарбо снятый в тридцатые годы который называется Мата Хари вы получите огромное удовольствие и от костюмов ее которые создал Адриан Эй от ее потрясающей игры и от ее партнера Раймона Наварро красавца мексиканца который играет русского офицера это великолепный фильм достойный вашего времени как вы видите это эпоха когда в моде дамы корпулентные важное присутствие в это время не только объем груди не только руки полная часть но животик если сегодня женщины очень борются с целлулитом говорят как мне убрать как мне покушать в девятисотые годы женщины любили сладкое кушали много шоколада имели округлые формы мужчины искали округлых женщин поэтому никогда не расстраивайтесь когда вы увидите себя перед зеркалом не говорите себе послушайте как бы мне похудеть не говорите скажите я красавица но девятисотых годов я совершенно великолепна я эталон но другой эпохи и сет уйти на время вот я родилась поздно а на самом деле вам будет гораздо легче вы скажете мне все хорошо это самое главное если вы начнете себя любить и себя успокаивать ваша жизнь будет налажена стресс долой нервы в порядке и в зеркале вы видите то что вы хотите красавицу девятисотых годов полная грудь большой живот и полная задница красиво да вот видите как видел красавицу Леон Бакст сегодня вы скажете она полненькая не в кондиции правда а в те поры она считалась примером шедевром этой красоты обратите внимание на тему востока которую привнесли тогда знаменитые художники этого времени и обратите внимание пожалуйста на великолепную идею ноготы полулежащая адолиска из гарема в прекрасной загадочной позе если вы будете смотреть на подмышки вы увидите то на что Бакст обращал большое внимание кустистость была в моде это был тренд женщина гордилась тем что у нее светлая кожа потому что никто не загорал загар считался уделом только прачки и птичницы потому что она работала во дворе ходила понимаете белье развешивала и загорала дамы были бледными но там где надо волосатыми это считалось очень хорошо полная грудь она должна была быть хорошего размера желательно около пятого это считалось понимаете да в нужном направлении мы идем но и конечно эти восточные темы именно под влиянием Бакста и Дягилева женщины приняли эту новую позу позу полулежачую когда именно на подушках в прекрасных шароварах в тюрбане отделанном игретом перьев она себя чувствовала именно так вот сегодня многие думают чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех на самом деле не так тем больше чем больше я утянусь и чем больше я скрою все что у меня есть тем больше мужчины будут заинтересованы их надо обмануть провести сделать иллюзию талии груди и бедер это то что больше всего нравится не показывать все сразу молодая туристка в Греции посмотрите читает гид очевидно бедекер путешествия по Греции а мужчина рядом по-моему совершенно не интересуется описанием руин как вы видите смотрит ей только в рот и совершенно прильнул к ней максимально потому что он малышка а как вы знаете все лилипуты всегда любят высоких женщин чем ниже мужчина тем выше женщина рядом с ним это комплекс Наполеона и всегда у вас будет успех отношение к наготе в девятисотые годы было совсем иным чем вы можете сегодня представить женщины в эту пору не только сильно как я вам сказал утягивались но и носили сплошные шелковые трико если речь шла у съемки ню то есть если сегодня любая артистка разденется перед вами уж манекенчатся тем более в любом журнале и почтет это за честь то тогда надо было очень сильно уговорить и никто не соглашался трико заменяло эту наготу мужчина уже все видел но даже под трико посмотрите надевался корсет чтобы сымитировать эту талию вот перед вами пример наготы в девятисотые годы как вы понимаете сегодня вы бы сказали ну это фигуристка какая-нибудь да потому что приблизительно так они выходят сегодня у нас налет в трико обтянутый может быть какую-нибудь допировочку еще сделать тогда ситуация была совершенно другая но естественно и мода этого времени старалась подчеркнуть эту женскую природу всегда дать мужчине то что он любит больше всего а именно контраст между грудью талии и бедрами хулиганки на балу маскараде прекрасно счастливо развратно сидят на коленях у господ во фраках в коротеньких панталончиках но если вы абстрагируетесь от эпохи и посмотрите на эту даму в центре в коротеньких шортиках панталончиках с полосками вы скажете ну это современный летний костюм причем очень строгий и ничего развратного согласитесь в этих панталончиках сегодняшний житель не увидит вам кажется что все это очень обыденно и даже скромно а как вам нравятся вот эти две нюшки нюшки это девушки которые одеваются ногу от слова ню по-русски их называют нюшками когда две галяшки вместе их называют нюшками две нюшки посмотрите в трико тоже в шелковом трико скрывая все посмотрим кое-что и о мужской ноготе потому что об этом вы знаете очень мало наверняка у вас недостаточно документов из жизни истории как выглядит атлет в девятисотые годы ну во-первых видите здесь он чуть-чуть стал следить за подмышками но тоже я до конца не уверен но главное что необходимо в это время это иметь всегда эпиляцию груди никогда мужчины в девятисотые годы не допускали волосатой груди женщины считали это диким признаком варварства поэтому мужчины пользовались жидким воском парафином обмазывали грудь если у них была какая-то растительность и вырывали все это вместе с этим парафином потому что только обнаженная гладкая кожа на груди считалась элегантной светской допустимой хотя мужчины на пляже никогда не ходили с обнаженным торсом все мужские купальники были закрытыми то есть с небольшой как бы маечкой цельнокроенной с плавками то что вы называете маечка алкоголичка скроенная вместе то есть закрытый купальник необходимости вот перед вами атлет тоже с бритой грудью здесь вы можете увидеть мужские трикотажные трусы потому что это то что по иммунной живописи и самых красивых атлетов для себя любимого в своей мастерской показывает нам этот интерес к античной фигуре к античному телосложению типичному для этого времени но девятисотые годы это все-таки эпоха безумного увлечения мужчин только женщинами это почти поголовно почти максимально вы мне зададите вопрос а как так случилось мои дорогие что раньше сто лет назад мужчины бежали за женщинами а сейчас сто лет спустя женщины охотятся на мужчин почему роли так резко поменялись что случилось в обществе главная причина демография в девятисотые годы население Европы состояло из 55 процентов мужчин и 45 процентов женщин женщины были на вес золота и каждая женщина была объектом желания сразу нескольких мужчин которые боролись за нее сегодняшняя ситуация в России рисуется следующим образом 55 процентов женщин в провинции доходит до 60 процентов женщин на только 45 или 40 процентов мужчин мы берем всех женщин от годовалого возраста до послепенсионного и всех мужчин от годовалого до послепенсионного но если из количества 45 процентов я беру широко чтобы вам было не обидно не буду вас пугать 40 вы отнимете всех мальчиков до 14 лет которые вас не очень интересуют и после 65 когда вас уже совсем не интересует вы отнимете всех болеющих простатитом а это самый большой процент в мире в России всех запойных алкоголиков всех заключенных сумасшедших 5 процентов нетрадиционной ориентации стандарт в мире дальше социально опасную группу наркоманов и необеспеченных то вы остаетесь не с такой картинкой как здесь когда при каждом вашем переодевании например в примерочной мужчина смотрит за вами как она там переодевается да это же все сейчас по-другому это если мужчина пойдет переодевать и девочки будут смотреть как он там будет делать то есть ситуация критическая и вы меня спросите как же ее изменить правда как же ее изменить никак изменить ее нельзя ее могут изменить только мигранты и если вы подумаете логически вы скажете он прав будущее всех неустроенных российских женщин это мигранты из Узбекистана из Казахстана из Молдавии и Украины за Кавказье это все ваш контингент вы их промоете почистите приоденете и они могут быть очень даже неплохими но не надейтесь на эту глупую идею что принц на коне с миллионным состоянием уже поджидает где-то вблизи просто они может быть во-первых принцев нету мы лишились этого сословия еще в восемнадцатом году состоятельные люди есть их не так много но есть какой-то процент но они уже разобраны то есть придется отбивать понимаете заниматься адюльтерами согласны со мной и так далее а вот что было вот не поверите мне в девятисотые годы как выглядели девушки работавшие в доме терпимости вот если вы посмотрите на их физии и номии физиономии я имею ввиду вы скажете это не кондиция вы скажете и что вот к таким приходили именно то есть это был самый низший класс населения это было скорее уродливые женщины плохо сложенные женщины не так как сейчас когда красотки идут в эту древнюю профессию в России особенно или на Украине потому что это востребовано то есть женщины знали что у них есть шанс всегда выйти замуж в ту эпоху когда женщина еще не работала вот посмотрите как выглядела женщина работавшая на панели тихий ужас большой переворот в сексуальности 20 20